Доброго времени суток, дорогие друзья! У микрофона Никита и Илья. Всем привет! И это наша вторая попытка снять конвой, так как в первом я лоханулся, нажал на F7 и остановил запись. Вот, и... Вот, короче, как-то так. Мы тогда ехали от Познани до Франкфурта, собственно сейчас от Франкфурта и поедем. Так, о! У тебя до Оснобрюка есть? Ты это, в кого-то зайди? А, да, забыл, извините. Да поедем. Ну все равно, покуда чекает, до Оснобрюка есть? Вот мы вырезались сейчас на Брюк. Имеется... У меня просто там сочлененка, сам понимаешь, весело будет, пускай и маленькое расстояние. У меня тоже самое. А, ребят, забыл сказать. Мы накачали много всяких модов, в том числе мод, который называется GTA и там какие-то японские силы. Ну вот вы даже прямо сейчас видите. Вот. Короче. Это мод, который делает тякую вакханалию. Короче, можно захватывать машины, кидаться им и, короче, жопа на дороге может происходить. Вот. Собственно, это вы сегодня и увидите. Ты заходить-то будешь? Сейчас, я над твоим конвоем вешу, у меня проверка совместимости модов. Все, наконец-то прошла, все, присоединяюсь. Просто, что модов много, поэтому оно так долго проверяет. Присоединяюсь. Возникла ошибка во время подключения к сессии. Интересно, что за ошибка. А, вот, все, все нормально. Так, ну все, смотрим грузы. Прямые перевозки. А, у меня пропали эти грузы. Ну, собственно, не страшно. Так, в Париж есть. Париж. Столица Франции. Сейчас, сейчас, подожди. У меня просто тут много выбора. Есть! А может, у тебя еще, а может, у тебя тогда еще долинца будет? Долинца, снизу, снизу, снизу. Просто такая прямая дорога, прям. Гораздо более... Да, есть. Нет, подожди, подожди, подожди. Нету. Нету, блин, зараза. Сейчас еще один, смотри, может, до Инсбрука есть. Может, до Гамбурга есть. Нет. Ну, не имеется. Да, Мстердама, может. Нет. Может, будет до Берна. А до Мюнхена. Просто у меня на Мюнхен сочлененка тоже. У меня на Мюнхене сочлененка, но просто говняный грузовик. Да ничего страшного. Давай на Мюнхен. Да не, а может, все-таки в Париж. А какой грузовик у тебя будет на Париж? У меня выбор есть. Смотря еще какой маршрут. А чем до Мюнхенова плохие грузовики будут? Принамагнум. Самая говняная. А-а-а. Я понял. Хорошо. Париж, так париж. Будешь ты у меня парить? Сейчас только найду этот твой париж. Так, нашел. Ну, Париж, так Париж. Просто до него такая кривая дорога. Смотря еще какая. У меня просто несколько трасс. А-а-а. Ой, так слушай. Не, так мы там разъедемся где-то. Так же неинтересно. Слушай, давай все-таки... Давай все-таки до Мюнхена. Подожди. Я хочу понять. Ты посмотри вот до Парижа. Через какие города у тебя трассы проходят. Ай. Ну, слушай. Это все равно геморно. Давай все-таки до Мюнхена. То есть тебе на карте посмотреть геморно, где у тебя красная полоса, через какие города. Илья, ты задолбаешь. Ну вот, вокруг, по низу обходит Мангейм. Потом идет между Люксембургом и Мецем. Прям через центр Реймса проходит и огибает сам Париж и чуть выше его. Я понял вас. У меня такой маршрут есть. Отлично. И на чем ты поедешь? Илья Кастролис Хайвэй. Хорошо. Выбрать место назначения. Отлично. Да, ребята, я понимаю, вас-то тоже, наверное, подзадолбало. Все претензии на канале Буз-Транспорта, пожалуй. Даже, наверное, не поленюсь там подсказку оставить потом, когда буду видео выкружать. Все претензии к вам, уважаемый. Не надо было мне мой грузовик переворачивать. Непонятно зачем на бок. Ой, ну подумаешь, после видео закрутил его, навертел его на столб и потом закинул. Ой, ты что, дожди включил? Это приятные военки. Я там 20% вероятно сейчас отставка встали. А, ну ладно, в принципе, я не тогда недолгие будут. Илья Кастролис Хайвэй. Я с 50-ми уграл на 20, так что ты скажешь спасибо. А то если ты чем лишь возмущаться, поменяю. Поверните налево. Ну ладно, спасибо. Просил тогда уменьшить количество дождей. Я и уменьшил. Просто невозможно с дождем ехать-то. Ну ладно, 20% немного, надеюсь, скоро закончится. А ты там сам-то где? Мне 62 километра до завода. Так, где я, где я, где я, где ты? Вау. А, ребят. Ну я не знаю, короче. Ребят, тут такая ситуация. Этот мод еще, кстати, убирает повреждения. Ну, практически. Так что не удивляйтесь, что после жестоких аварий мы будем практически невредимы. Это специально в этом моде проработано, чтобы можно было издеваться над трафиком. А трафик в том числе может и над тобой поиздеваться, что у меня в том неудачном конвое получилось. Вот даже сейчас у меня машина въехала. Не, я понимаю, что меня мотляют по всей дороге, я толком не могу нормально поехать сейчас. Ты знаешь, какие у меня пробуксовки, а тут еще и вдобавок дождь. Я просто чуть-чуть газ подбавляю, все, сразу буксую. Ой, тоннель. Слава небесам, тоннель. Куда ты ехать будешь? Ё-моё, это трындец. Вот сейчас проезжаю над городом Франкфурт-на-Майне, вот именно над текстом. Я понял, а тебе дальше по прямой или ты куда-то сворачивать будешь? По прямой. А ты можешь на... Это мне останавливаться надо. Нет, на М нажать. Посмотреть, куда идти дальше. А, ну там, где ты сейчас стоишь, вот у меня есть забот. А-а-а. Так мы с тобой разъедемся. Ну, я же тебе говорил хреновый маршрут. Держитесь правее, затем съезд справа. Чего страшно, ты меня догонишь? А-а-а, ты про это имеешь в виду? Надеюсь, те осадки скоро закончатся. Хочется нормально покататься. То есть, видите, когда у меня со скоростью 60 км в час грузовик уже становится неповоротливым, это даже смешно. Когда он у меня на 150 раньше и то рулил лучше. С таким дождем даже на трафикам не поугараешь. Чтоб на следующий конвой вообще дождь убрал. Чтоб я про него забыл. Как-то страшный сон. Ну, потому что это невозможно. Я газую буквально на свой страх и риск. И топ, потихонечку. Я так чисто подтыкиваю раз в 5 секунд на педальку. Ну, что малейший, вот он сразу чуть газует, он все, сразу его начинает воротить. И тут страшно. Держитесь правее, ты не поздоровался. Почему не поздоровался? Я посигналил. Я посигналил. Съем. Держитесь правее, ты не поздоровался. Да чтоб тебя! Ну, да, этот сраный дождь закончится. Поверните налево. Увы, я этого не знаю. О, заправка тут недалеко. Ворщи защитились. Держитесь правее. Затем. Ну, да, мне тоже не помешает. Поверните направо. А еще торможение стал какого-то, рывками немножко. Их у грузовиков проработали торможную систему. У него уже следите за скоростью. АБС, АБС и 5-е-10-е. Двигайтесь прямо. Держитесь ли вверху? Затем поверните налево. Поверните налево. Что тут за стены на въезд на завод? Тут какие-то стены. Это такой премиальный завод, что ли? Мам, это твоим завод. Какой-то слишком хороший завод. Тут стены прям гигантские. Глядишь, товар, чтоб не подтыривали. Мы прибыли. Наконец-то. Начинаем движение. Стали, это не прошло, я прибыл. Ну, так ты хоть пробку мне устрои, хоть вдолблюсь в нее. Второе, трое. Найду подходящее место. Да, ну теперь с прицепом хоть чуть-чуть более возможно будет ехать. А прицеп у меня весит всего-то 3 или 5 тонн, я точно не помню. Афигеть, да ты еще маловес. А у тебя сколько? Затем поверните направо. Десять. А, вообще отлично. Пофиг, машину на снос. Машина там чудеса не устроит потом трафику. Так, лучше снесу машину, чем грузовик. И что это было? Вот и что это было? Хотел бы я на это посмотреть, что это было. Я же совсем чуть-чуть чисто подтолкнул ее. Ну, подумаешь, навстречу летел. А меня аж она перевернула. Тут либо ты машину, либо от тебя машина. И, кстати, как видите, ущерба ноль. То есть, отэпнулся только потому, что я перевернулся. Я в мангейме, кстати. Это далеко-недалеко. Где это вообще? Ты меня нагонишь сейчас. А, во, я тебя даже вижу. И все равно... И все равно этот дождь идет противный. Он же не будет весь конвой идти, надеюсь. Вот теперь я тебе подставу не устраиваю, потому что ты слишком близко. Да ладно тебе, груз. Поверь ты мне, с таким дождем я не могу нормально разогнаться. Так что даже не бойся. Во-первых, моя мощность, считай, так уменьшена за счет того... Ну, не мощность, а скорость. За счет того, что колеса просто буксуют. Они и так сами все буксовали. Но, понимаешь, они в один момент все-таки сцеплялись и давали дикий разгон. А тут такого нету из-за дождя. Вот поэтому я утерпеть ненавижу. Потому что для моей Вольвы это самое ужасное, что может быть этот дождь. Вообще машин нету на дороге. Поверните направо. У меня, наоборот, все кишит трафиком. Внимание, следите за скоростью. А еще, чем мне этот маршрут не нравится, тем, что он просто, не знаю, на такой змейка идет. Тут из-за дождя не погоняешь еще просто. Хотя, если дождь закончится, можно будет чуть больше разогнать. Потому что руль будет лучше вращаться. Да тут 60 километров в час есть. Приготовьтесь к повороту. Да я стерлок съеду. Мне кажется, или дождь закончился? Да? Поверните направо. Закончился? Да ладно. Неужели все-таки закончился? Меня он еще не закончил. Ну, хотя бы у меня закончился. А куда ты там поехал? А куда? А, я отвлекся. А куда там повернуть надо было? Правое. Сейчас тебе надо развернуться и повернуть налево. Поиск нового маршрута. Это не туда поехало. Я-я-я-я. Маршруты заменили. Хех. А что тут с трафиком произошло? Тут какое-то ДТП лютое произошло. Все-таки трафик немножко фигней страдает. После этого мода. Что мне и нравится. Все, за тобой еду. Ага, отлично. И дождя уже нету, хоть полетать можно. Согласен. Нет, для тебя это прибавка в пару километров в час и чуть лучше поворотливость. Для меня это, считай, как поменять движок. С плохого на движок будущего. Внимание, следите за скоростью. Так я сейчас могу хоть от 150 ехать, хоть от 160. Поверните налево. Ну, для меня это так. Средняя скорость. Я максимально не боюсь во что-то врезаться, потому что мне даже уведомления не приходят о том, что, мол, там повреждено хоть чуть-чуть что-то. Не следите за скоростью. Ну, мод прям полностью не убирает разрушение. То есть, все-таки чуть-чуть, чуть-чуть все равно машина повреждается. Но настолько самую малость, что не знаю, сколько конвоев, на сколько километров скатать надо, чтобы это заметить. Чтобы хоть процентик где-то выскочил. Не, в тот раз у меня процентик был на глазыке прицепе. А, ну, всего-то. Ты знаешь, как мы там летали? Ой, топливный бак пустой. А что это я так не подумал? Эй, эй, эй. Лоханулся. А, ну, заправка тут летит. Ага, тут, как назло, еще резкий поворот, из-за которого до 100 пришлось снизить скорость. А еще, как я понял, тут все в горку дальше идет. И на сколько там рядом заправка? Ты что, угораешь? А, нет, просто ты с собой перекрыл. Ну, ладно, реально близко, окей. Буду не спеша тут катиться, так бы уже, может, тебя догнал бы. Чего же я так занял? Я вообще что-то от выгод топлива смотреть. Так я даже умудряюсь тебя догонять. Ну, сейчас я тупо в горку еду, сейчас, возможно, прям в ноле встану. Придется заказывать топливо. А, тут я по-любому уже никуда не денусь. Сейчас буду заказывать топливо. А почему недоступна экстренная дозаправка? А, вот, все доступно. Все, я знаю, где я тебе сделаю. Ну, постарайся. У меня фура даже не сразу завелась-то. Покуда ты доедешь, пока ты сюда доедешь. Внимание, следите за скоростью. Да ладно уже. Не делай ты из меня такого капушного. Внимание, следите за скоростью. Все, заправка, наконец-то. Да, звук доставания даже ключа и зажигания добавили. И вот звук глушения мотора. То есть, ну, обновили звуки хорошенечко так. А я догоняю, хотя, по-моему, ты там стоишь или что-то там делаешь. А я что делаю, я стою. А-а-а. Уже план хитро там против меня придумал. Ну, как, почти. Тут трафика немного, но... Ну, он разлетится в хлам, этот трафик, поверь ты мне. Ну, ты, правда, невыгодную точку выбрал. Тут все на повороте. Из-за чего мне все-таки придется трохи притормозить. И шо это? Это даже не автоподстава. Приготовьтесь к повороту направо. Я еще и тебя обогнал. И, походу, даже встал в то место, где ты хотел. Да? Следующий твой раунд. Автоподстава. Хорошо. Ты знаешь, я умею. Умею гнижать. Да чё это машина... Со мной машина бодается. У тебя как раз и время до следующего этого поста в окончании платной дороги. Да он тут вообще перед носом. Внимание! Следите за скоростью. Не, я за такое... За такое время я тут не соберу трафика. Трафика. Да и по пути его там особо и не было-то. Да его особо и нету почему-то. Значит, еще до следующего. Да, я захватил машину как-то. То есть я ее сейчас как-то, по идее, выкину. Не совсем понимаю как, но я ее... Да, я ее захватил. То есть вот как... Ну типа ты в жопу и въезжаешь, и типа она захватывается, примагничивается, а потом выкидывается просто к тебе ни хрени. А тут, блин, машина в прицеп-фуре въехала, прицеп-фуре подсказил. Ну вот она отшманулась. Внимание, следите за скоростью. Каким задним ходом давать тыч? Я чуть не уехал в муза-фалат. Хех. А ты что, за мной там едешь? Естественно. А-а-а. Внимание, следите за скоростью. Час и меньше времени будем меня подставу устроить. Да ладно тебе. Внимание, следите за скоростью. Да тут повороты пуши дикие. Внимание, следите за скоростью. Да я тут и так из своего возможного максимума пытаюсь. 170 на повороте, блин. Внимание, следите за скоростью. Да, всего лишь на 30 километров больше, чем я. Хм. Внимание, следите за скоростью. Не, ну а что ты думал? Внимание, следите за скоростью. Ничего не думал. Чего-то ты стал. Ах ты, зараза. А это ты что, ты летишь шо ли, или что? Ой. Ой. А тебе повезло. У меня грузовик оттормозился. Вот он встал. Я не помню, я вроде что-то вырубил, или нет, баллы, вот у меня эта система. Внимание, у меня что-то въехал. Я что-то въехал. Что-то я так и не помню. Хм. Эх, ты балда. Чего? Время теряешь. Так, еще одна машина в захват. А, не, не в захват. Ты ее развернул просто. Внимание, следите за скоростью. Она, типа, знаешь, как пытается примагнититься. Если у нее даже не получается, это на магнит малейший был, то на хорошей скорости ее и хорошо отшвырнет. Внимание, следите за скоростью. Это в каком случае, что за сафари, в котором мы тут едем? О! Нет, это как степь, что ли, получает. Такими темпами. Внимание, следите за скоростью. Я тут за ремонт дороги небольшой. Хм. Че тут автобус стоит? Внимание, я откуда знаю. Вадимый период. О, хрен пойми. Куда они езжают? Внимание, следите за скоростью. Это вакханалия. Ты не понимаешь просто. Внимание, следите за скоростью. Давайте-ка понял, что ты каждую, каждую попавшую машину. Хе-хе-хе-хе. Че-то мне не нравится, где-то там защел. На заправке, где же еще? Вот теперь появилась. Где же я еще могу засесть, действительно. С моим-то двигателем. Да, луча. О, а вот и ты. Внимание, следите за скоростью. Но я все равно первее. Внимание, следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью. Нашел непроблемый века. Найду, найду. Внимание, следите за скоростью. Че-то... С грузовиком, что-то... И че, шлагбаум не открывается? Может он прозрачный хоть стал? А, ну да. Позрачный, да? Да, я сквозь него просто проехал. Ну, понятно, что оплатил. Вот. Типа, ты когда его оплачиваешь, он помимо того, что открывается, это обычная анимация. Вон так-то еще прозрачным становится. А, еще я, походу, опять в машину тащу. А, ну да. По сравнению с неудачным конвоем, тут как-то не сильно так получается веселиться. Че ты, блин, нету с машиной делаешь. Следите за скоростью. Переспавниваются, блин, быстрее, чем разворачиваются. Вау. Это они не респавниваются, это они вакханали начинают устраивать после аварии. Ну, я так и понял. Так и запишу. Чем больше я тебя начинаю наблюдать, тем больше у меня задается вопрос, что-то там учили. Да, блин, ко мне машина приклеилась. Я из этого медленно еду. Да, машина, блин, отклейся, а если я ее долбану об этот? А. Во как. И шо это, и шо это на мне, кстати, от меня, что зеленое отлетело. И шо это, и шо это на мне. Ни фига ты ее поставил на колеса. Побери подарочек, забыл. Оставь где-нибудь в другом месте. Ладно. Тут все равно уже из этого ничего толкового не выйдет. Да-да. Внимание, следите за скоростью. Да е-мая, опять что-то... Слушай, какой-то скучный маршрут. Пограничные пункты, да они и они, и все. Ну, не пограничные, а пункты платной дороги. Тем не менее, веселее не становится от этого знания. Платной дороги не было. Я даже так на приколе на заправку заеду, мало ли, че там будет дальше. Внимание, следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью. Вычисление нового маршрута. Я уверен, что он будет дальше. Внимание, следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью. Дорога. А то уже в отбойник наверхнулся. Это ты даже видишь. Внимание, следите за скоростью. Потому что я тебя вижу. Логично. Внимание, следите за скоростью. А если фури въехать взад? Получится от этого веселуха. По-моему, ничего веселого. Только перегражденная дорога. Да. Поправили. А я то встал обратно. Внимание, следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью. Ты что, каждую фуру подряд будешь тормозить. А что же все делать-то? Затем съезд справа. Съезд справа. Опять за скоростью. Внимание, следите за скоростью. Тут машина по встречке едет. Следите за скоростью. Берегись ищет. Берегись ищет. Вот так, чисто ради прикола. Попробуем на скорости. Ну, вот у меня просто мочка торчит на дороге. На полосе, ну, ближе, типа, к центральному отбойнику. Вот у меня мочка вот этой полосы крайне торчит. Вот, долбонись в нее. Ну, а вдруг поможет? Что это там? Ну, видишь. Не, мне надо знать. Давай, долбонись. Просто со всей скоростью. Со всей прям. И че это было? И шо это за приколы такие? Ну, задом хоть попробуй меня. Э! Я кого тут ждал? И как назло трафика понаехала. Ну, попробуй ты аккуратненько. Ну, аккуратно жда. Можно как-нибудь? Ну, сейчас попробуй у меня шприцем, блин, такой, что тут третья поворотная ось. Так, ты ответь немножко. Ничего себе мы тут танцуем на дороге. Ну, что это было? Надо посмотреть. Я что-то врубил, блин, ради прикола, ради теста. Это не решает. Видишь, она, по-моему, грузовик воспринимает как опасность. Ну, да, действительно. Всю стречку остановил. Задом просто въедь. Ты не спеши. Хотя бы еть параллельно этому отбойнику, чтобы, ну, прицеп не сворачивался. Аккуратненько к нему подъедь, типа, задом. Вот. И набирай по-тихому скорость. Да, ну, и безобразие. Не, безобразие это был прошлый. Так, вправо уходит прицеп, вправо уходит. Так, так, нормально, нормально. Так, 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 выравнивайся. Так, вправо опять немножко идет, идет вправо. Так. Да хоть в ту полосу меня долбани, блин. Не знаю, на В нажми там, включите, заблокируйте дифференциалы. Долбанишь ты меня уже хоть как-нибудь-то. Трендец, ты задом вообще не умелец, походу, ехать. Да я, блин, забыл, когда нам тут есть. Давай, давай, давай. Сильно долб, много дистанций не надо. А то ты опять тебя поразвернет просто. Вот, прям отсюда и давай. Сильно долб, много дистанций не надо. Да ёбер, в театре. Ааа, фиг с тобой. Согласен. Фиг с тобой? В Париже жди. Жду в Париже. Изменение маршрута. Кро-сан-даш? Не знаю, плохое поведение. Да ну техпей. И ты, конечно же, следом. Ааа, ты что из меня выезжаешь? Вот это мне пришли убить. Хе-хе-хе. Ну и не продумали тут для конвоя. Поверните направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Мне Тесла поморгала. И резко завернула. На кольце второй съезд. Да мне тоже. Куро моргало. Сейчас съедьте. Внимание, следите. Сколько километров? Восемь. На кольце нам в одно место. Ё-моё, одни кольца. Сейчас. Большая развязка. Транспортный усть. На кольце второй съезд. Ищу новый марш поезд нового маршрута. На кольце первый съезд. Что это стало так? Да не вписался в поворот. Сейчас съедьте. Внимание, следите за скоростью. Поверните направо. Я на пинуте фильма кататуре было запихнуть. В этом эго. Пал. Да машины вообще невозможно пихать. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Внимание, следите за скоростью. Поверните направо. Зачем поверните направо? Что там? Нам на одну базу. Поверните направо. Ага. Приехали на выкладку. Осуществить доставку в каждый аэропорт. У меня чайку дали. Давай тогда на базе закончим. Я сейчас тут возьму. Знаю, что прицепнет спиду. Сворачивайся. Челик тусит. Ну вот. Ну да. Беликолка одинаковая. Да. Хоть я ее и не менял. Ну в общем, всем спасибо за просмотр. Ждите, возможно, может еще следующих конвоев. И остальных видео. В основном сейчас зафиксировались на гаррис моде. Вот. Это да. С вами был Никита Илья. До новых встреч, друзья. Еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok